Сегодня мы попадем в замечательное место, которое называется уже сегодня арт-деревня Витланд. Дом находится на возвышенности, ведь здесь построили такую лестницу. Можно сейчас поднимемся и поближе посмотрим. Очередной арт-объект. Добрались, наконец, на 10-й километр Балтийского шоссе. И вы скажете, что здесь примечательного? На самом деле здесь примечательное место Витланд находится. А, вот, да, четвертый. Это вот как раз-таки Витланд. Неподалеку под номером 3 находятся руины орденского замка Лохштевт, где по легендам якобы могла быть спрятана янтарная комната. Но ее искали в 60-е годы, замок разрушили и не нашли. Смотрите, какая прекрасная аллея. Давно мечтал уже выбраться на природу своей любимой женой и прогуляться по вот такому замечательному лесу. нетипичному для Ленинградской области. Листва спасает от солнца и от солнечных лучей. Такая приятная нега. И дорога к морю. Уже чувствуется ветерок с моря. Вот оно, морюшко-то. Ох, сразу чувствуется, конечно. Из покрышек такой спуск аккуратненький. С той стороны Балтийск, а вот там Светлогорск скорее сначала. Вот мы и потеряли дорогу на Витланд. Сейчас будем ее искать заново. Тут приближается какая-то собака к нам. Аккуратно подходит. Надеюсь, не опасное зверье. А мы пока поищем янтарь. На самом деле, вот так вот поднимать янтарь с земли можно, но осторожно, опять же, со слов экскурсовода. Туристов вообще нету. Все такие с удочками тут приехали. Я удивлен, что вот так вот с берега можно ловить рыбу. То есть это значит, здесь сразу глубина идет. То есть у нас на Финском заливе такого нет. Там надо метров 200 пройти. Тебе только это самое будет по животик. А здесь прям с берега можно рыбку ловить. Но здесь купаться нельзя. Здесь очень сильно отбойное течение. Да, и купаться здесь, конечно, нельзя. Здесь отбойное течение. Как раз таки на Витланде стоит щит, который рассказывает вот как раз таки об этих опасных отбойных течениях, которые уносят людей в море. Да, подходим к арт-деревне Витланд. Вот там помимо этого домика, конечно, строили еще дополнительных бунгало, как это у них называется. В общем, альтернативное неформальное место. Кроватки на палетах. Такая экономичная тема. И экологичная, да. Как любят в Европе. Палету взяли, покрасили. На нее матрас, все готово кровать. Не надо платить бешеных денег. На самом деле аренда здесь не очень-то дешевая. Примерно такая же, как об отеле Зеленоградской. Это основной дом, который находился на этом побережье. И до сих пор не ясно, кто там жил. Почему этот дом здесь был построен? Вероятно, как раз таки наблюдатель за крестом от Альберта находился в этом доме. Такое, да, здание, соответственно, арт-деревни Витланд. Местные художники сюда любят приезжать. Здесь останавливаться, возможно. Здесь их, так сказать, меценаты-покровители. Ну, на самом деле, так мы и не узнали, какого года постройки. Дом. Ну, по крайней мере, здесь так и написано. Песчаные полосы Витланда. То есть место реально такое существует. И почему оно Витландом называется? Отсылки к голландскому языку это белая. Ланд, понятно, что земля. То есть, видимо, белая земля. Почему она белая, я не знаю. Возможно, из-за песка. После язычников эта земля называлась Витландом. К сожалению, по поводу дома мне не смогли дать внятного ответа. Сказали, что это новые постройки. Ну, я не уверен. Выглядит он, на самом деле, не по-новому. И вот эти маленькие окна, которые на торце находятся, это явно как бы уже указывает на немецкую постройку. Это бунгало, которое можно снимать за немалые деньги. Зато вы получите эко-отдых. Это называется эко-отдых. Сейчас модно глэмпинг. Но глэмпинг это типа мажорный экотуризм, так сказать. А здесь получается такой неформальный. Мне кажется, здесь как бы многие художники себя чувствовали бы очень так вольготно и расслабленно на берегу моря. Рядом вот с такими дубами. Крыша бунгало, смотрите, из досок вообще. Вообще шикарно, конечно. Здесь имеется веганская кухня, как мне сказали. Ну, конечно, мясо, если вы хотите, то все за ваше это самое. Все прихоти могут быть исполнены. Мангальщик. Вторая жизнь. Это, видимо, международный проект экологического искусства. Цивилизация произвела всякий мусор, который уже потом идет на списание. Как из этого мусора можно делать произведение искусства? Ну, вот это все можно видеть. Вот такие разные инсталляции находятся рядом с арт деревни Витланд. Испалет какой-то круг наподобие земного шара. Тело земли. Даже художник из Минска. Табличка немного покосилась. Вот так будет лучше вида. То есть сюда приезжают разные художники, выставляют свои произведения из глушаков. Честно говоря, не знаю, что это. Сейчас попробуем найти описание. Вот, да, есть тоже описание. Новый куст. Очередной артообъект, который называется Путь. Сергей Любкин, Калининград. Не знаю, через зелье, наверное, будет плохо видно, но вот там вот за кустами, за деревьями, листьями, там, короче, белое такое виднеется. Навряд ли на камере это будет видно. Но это вот крест, поставленный в 1997 году вместе с польской делегацией, ссылающей как раз-таки к святому Дальберту, который пытался принести сюда христианство и язычников обратить свою веру. Такая-то самая... А почему на этом месте? Потому что он здесь высадился. А, вероятно, крест находится здесь, потому что этот как раз-таки святой Дальберт здесь высадился. Да, в общем, вот такое место. Здесь можно встретить определенные сезоны тюленей. Щенки и уходят тюленей. И сейчас я вам покажу ловца янтаря. Это вообще просто бомбично. Ловец янтаря похож немного на смерть какую-то с косой. Вот так вот, да, можно из всякого хлама, металлолома сделать произведение искусства. Главное, что приложить фантазию. Вот как вчера сказали мне на экскурсии, к сожалению, эту экскурсию нельзя было снимать. Могу только ее пересказывать. Из различных кусков янтаря, которые могут там треснуть во время обработки, они при том, там, я не знаю, королевский янтарь ценный, и при этом он треснул во время обработки. Мастер хватается за голову, что делать, что делать, начинает включать фантазию. И как можно из этого отлома, сломанного куска придумать что-то новое. Ну вот, наподобие того. Ну понятно, что янтарь, он стоит денег, а здесь металлолома, он как бы меньше денег стоит. Но, тем не менее, живем мы в такое современное капиталистическое время, когда вот все упирается в деньги. И, к сожалению, это и так. Даже чтобы сделать такое произведение искусства, надо найти металлолома много. Но, к сожалению, металлолома много не найдете такого сегодня. Это в 90-е годы можно было сделать, а сегодня, просто так пройдясь где-то, вы даже не насобираете таких частей. Поэтому, ну, приходится по-любому, наверное, художнику где-то было закупаться. Ну, в общем, вот такая, такая скульптура ловителя янтаря. И вот он идет в сторону моря, чтобы там его вылавливать. Вот, мы уже переместились дальше от Витланда. В общем, если вам понравился репортаж про Витланд, то приезжайте, посещайте, очень хорошее место атмосферное. Да, здесь у нас карта следующая. Это у нас замок Лохштедд, Орденский замок.